Минута молчания почти всех погибших в страшной катастрофе. На учете в Николаевской области более 2500 непосредственных участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди тех, кто собрались у мемориала к героям-чернобыльцам, было много людей с портретами своих родственников, жизнь которых забрал, как оказалось, совсем немирный атом. Кроме самих чернобыльцев на акции памяти присутствовали представители городской областной власти, духовенства, студенты и ученики Николаевских учебных заведений, а также гости из Грузии. Конечно, люди, которые ликвидаторы, которые участвовали в операции по ликвидации этой страшной катастрофы, они настоящие герои. Вечная память героям. Низко склоняем голову перед людьми, которые остались, которые рядом с нами сейчас, и низко склоняем голову перед их членами семьи и близкими. Представитель власти призвали молодое поколение не забывать про подвиг героев-ликвидаторов. Память человека устроена таким образом, что мы стараемся и постепенно забываем плохие события, которые происходили с нами. Мы постепенно забываем все эти события, которые связаны с горем. Но мне очень приятно, что сегодня здесь все мы собрались для того, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни спас наши с вами жизни. Низкий поклон всем живым и вечная память погибшим. Вчера было принято решение обратиться к депутатам областного совета для разработки дополнительно программы Турбота и выделения средств из областного бюджета для ее финансирования части чернобыльцев, социальной защиты, приобретения медикаментов и оздоровления. Я уверен, что они нас поддержат. Я буду рекомендовать сделать это же в городах и районах нашей области. А закончилась акция возложением цветов к мемориалу. Олег Градей, Руслан Чернялис, MSN Digest. Олег Градей, Руслан Чернялис, MSN Digest.